Здравствуйте, дамы и господа, и добро пожаловать в H3VR. Мы продолжаем смотреть на различные классы в режиме Мид Фортресс. И сегодня мы поиграем за класс Скаут, он же разведчик, который имеет в своем арсенале известный двухствольный дробовик, известный обрез, также миниатюрный пистолет и бейсбольную биту. И бейсбольная бита меня, кстати, даже приятно удивила, в отличие от мачет снайпера, например. К сожалению, прыжки я так и не настроил, так что мы прыжки использовать в этом геймплее не стали, но зато я увеличил скорость передвижения под конец где-то. Я действительно себя почувствовал тем самым разведчиком, если бы у меня еще был бы двойной прыжок, и я мог бы паркурить по всей карте. Но все же самостоятельная перезарядка, использование рычажкового механизма, и смена оружия и так далее, все это позволяет получить новый опыт, который получить в Team Fortress мы, естественно, не можем. Разведчик. У нас имеет прекрасную двухстволочку. Итак, у нас есть основное оружие, давайте тогда и хп себе меньше сделаем, так как мы все-таки скаут. Так, у нас есть пистолет, не помню, как он назывался. Малыш или что-то вроде того. Вставляем. Шикарно. Но здесь он выглядит достаточно большим, на самом деле. Ну и, конечно же, знаменитая бейсбольная бита с вмятиной. От чьей-то черепушки. Малуниносная перезарядка. И мы продолжаем. Буквально миллисекунды прошли. Настолько я скоростной. Хотел сказать, скорострел. Вообще я должен, конечно, вокруг хэвика скакать, прыгать, перепрыгивать. Через его голову, при этом ловко стреляя, перезаряжаясь. Но перезаряжаться я научился довольно быстро. Так, противников никаких нет. Наша сосиска наверху. Это хорошо. Это был солдат, вроде бы. Так, ребята, в какую сторону воевать? Мне нужна подсказка. Жалко, какой-то миникарты нет. Как в других режимах. Так, я вижу противника. Прекрасно. Теперь прыгинаюсь. Они меня здесь не найдут. Они не такие умные. Блин, вот если бы у меня был двойной прыжок скаута, я бы запрыгнул здесь с легкостью. Ну и теперь мне придется снова подниматься наверх. И пытаться расстреливать противников сверху. Ну или просто обойти вот здесь. Какой он запрыгнул. Ну там они уже горят. Я бегу. Я бегу, ребята. Нет, все. Они уже раскромсали, растерзали друг друга. Хотя. Вражеский снайпер еще остался. Я после каждого выстрела хочу передергивать рычаг. Забываю, что это с двухсловка по сути. Я поддержал наших как мог. Но в конце концов я разведчик. И я попробую отправиться куда-нибудь на спаун. Жду, не дождусь новых режимов. Здорово, ребята. Так, это кто-то по мою душе уже стрелял. Ну-ка, сколько у меня ХП? Восемь тысяч на самом деле. Можно было и пять взять. Я думал, что меня будут быстро разбирать. С учетом того, что я не бегаю-то. Быстрее. Так, я вижу здесь, ребята. Это, по-моему, еще один скаут был. Куда он делся? Вот снайпер. Ой, где вот этот руки? Обходим, уничтожаем турель. Прекрасно. Как и задумал. Меткость, высший класс. Нормально, нормально. Все под полным контролем. Кто-то опять прыгает. Блин, они постоянно прыгают сверху. И выглядит это довольно страшно. Так, а Хэвик действительно толстый. Но вот теперь я чувствую, что ХП у меня не так много осталось. Так, минус медик. Сначала избавляемся от медика. Теперь возле Хэвика, как молния, перемещаемся, промазываем, естественно, и погибаем. По-моему, там чилец отдыхает, обкололся своими медикаментами. У меня отдыхает медик наверху. Я видел эти значки. Не к добру это. Так, скаут. Вот давайте понаблюдаем за скаутом и будем повторять. Лучше он-то знает, что делать. Или нет. Он, по-моему, просто туда-сюда бегает. Еще один, кстати. Да, ну значит, я все правильно делаю. У меня надо сближаться, кстати, на бачок, как я завалилась турель. Неплохо. Подбегаем поближе. Где-то здесь был Пайру, по-моему, или нет? Солдат в лицо получает. Хорошо, что он не такой расторопный. Давайте попробуем с такого расстояния. В голову. Хотя, я слышно, нормально. В голову прицелиться довольно сложно. Бейсбольную битву оставим на сладко. Вот с пистолетом будет гораздо проще. Так, я вижу скаута. Охота на скаута. Скаут на скаута. Так, за основу взято. Два скаута. Три скаута. Четыре скаута. Вместе со мной. Так. Большая перестрелка здесь завязалась. И, к сожалению... Ну, точнее, к счастью, для нас повержен был вражеский скаут. Мы контроль не совершили. Идем на выстрелы. Там, где выстрелы, там, скорее всего, весело. Пролетающие снаряды. Сократим дистанцию. Так, собственно, по-моему... Это вражеский шпион. Так. Это снайпер, по-моему, сзади. Мне нужен лишь... Был только пистолет. Теперь я действительно проворный. Шустер. Я уверен. Так, взорвали наших врагов. И снова, смотрите, крадет шпион. Давайте его заберем. Выпустим врага. Шпионскую морду. Патрон нити выхватываю иногда. Так, ну, по-моему, все. Он скорпостей же не скончался. Как раз один патрон был. Стволя. Контрольный выстрел на всякий случай. Черт возьми, снова солдат. Солдат просто доминирует. Какая компактная бейсбольная бита. В бейсбол... С помощью этой битвы, скорее всего, не поиграть нормально. Может быть, не знаю, в детскую лапту какую-нибудь. Так, мы видим, куда стреляют наши союзники. Это хороший знак. Предлагаю здесь быстро обойти. На пьедестал заходит солдат. Так, вижу снайпера. Мансу. Ну, давай, снайпер. Не знаю, куда ты стрелял, дружище. Но явно не туда. Шикарно. Бита мне нравится. Гораздо больше, чем мачете. Сосиска отвалилась. За один удар. Так, это уже наше. Подходит. Даже второстепенное оружие не понадобилось. Я на всякий случай взял двухстолку. Так, там турель. Я, пожалуй, даже возле нее находиться не хочу. Я слышу крики о помощи и мольбу, но вижу лишь только одного противника, честно говоря. Может быть, респаун поставить быстрее? Пока они добегут, я постоянно на своих натыкаюсь. А противники где-нибудь наверху обитают постоянно. Более бы у меня наушники, я бы еще определил, с какой стороны стреляют. Но пока я ничего сказать не могу. Но я вижу нашу жертву. Снайпер. Который стоит, выжидает. Так, запрыгнуть здесь особо не получится. Придется обходить. Он пытается об нас попасть, но мы слишком шустры. Даже Хэвик решил его подержать. Ни разу он не попал, кстати. Изи. Да, вроде, мистер Хэвик. Вот здесь уже потребовалось два взмаха. Два шпиона. Чего вы здесь делаете-то? Да, вот я должен быстрее все-таки шпиону бежать-то. Слушайте, по-моему, это был наш шпион. Возможно, не стоило его убивать. Но как я должен был об этом узнать? Когда он в таком облике? Так, но это уже точно наш. Для профилактики. Вот это кто? Вот это противник. Кстати, ствол не заряжен все это время. Он решил принять смерть. И добиться. Ах ты тварь! Увернулся! Блин, нужно его держать. Пока Убер не спадет. Иначе он шмолета не конец. Нужно выхватывать у него стволы. Раскидывать их в разные стороны. Да тварь, блин, он не помирает. Даже медик уже вздох. Наконец-то. Вот это был заход. Но, к сожалению, меня в итоге турель уничтожил. Так, быстро здесь обходим. Мгновенная просто перезарядка. И сваливаем. Патроны кончились. И опять солдат. Опять солдат. Он меня поджидает. Когда у меня кончатся патроны, он обязательно ждет. А где турель, кстати? Я ее даже не вижу. А, вон он. Да, турель мы постоянно насовывают просто в задницу. Это, честно говоря, неприятный опыт. Лучше не держаться от туреля подальше. В итоге у меня 3600 осталось. Хапа. Нужны эти медики. Медик. Да, и вот турель меня снова пытается достать. Сколько же здесь? 10 сраных турелей. Я понял. Я понял. Еще одна турель. Ну, хотя бы инженера я забрал. Теперь срочно нужно сваливать. Потому что у меня ХП, наверное, да, 2000 осталось. Медика я так не нашел. Турелей все больше и больше. Не знаю, есть ли у них какой-то лимит на установку турелей. Слушайте, а я могу быстро уничтожить турель с помощью бейсбольной битвы? Мне кажется, это отличная идея. Беру свою славу назад. Самая худшая идея. Беру свою славу назад. Дай возможности, время. И они целый город создадут стреллями. Да что ж такое? Патроны быстро заканчиваются. Беги. Ну все, где похоже. Блин, он отвлекся. Это была его ошибка. Вот это скорость. Вот это скорость скаута. Смотрите, снайпер что-то пытается противопоставить, но это, естественно, бесполезно. Все. Все. Но целится он долго, конечно. Попал мне, правда, в лицо, по-моему. 2000 хп оставив. Сейчас выцепим скаута. Возможно. Медик застрял. Блин, жёг, а я прыгать не могу. Добрый день. Так, это, по-моему, враг. Вон он, скаут. Надо его встретить. Скаут должен разобраться со скаутом. Я дышу ему в спину. Теперь я бегаю быстро. Как молния. Где он? Нет, я всё равно умудрился его потерять. Готов. И при этом 3500 хп у меня. Какая толпа наших. Это всё. Благодаря мне, естественно. Хотя, вы знаете, я к такой скорости быстро привык. Не могу сказать, что мне некомфортно. Вот этот баллосом убийства. Но зато он забрал и противника. Он будет героем, хоть и посмертно. Просав. По-моему, тут солдат живой. Вам не кажется? И он даже умудряется как-то стрелять. Вот же сукин сын. Вот это уникальная у него стратегия. Неповторимая тактика. Всё, вроде, наконец-то он сдулся. Торихи. Торик. Торик. Там. Продолжение следует...